С моим другом произошел несчастный случай, и его сердце остановилось. Его вернули к жизни с помощью дефибриллятора, и сейчас он в коме. Что происходит в уме и теле человека в коме? Если кто-то попал в аварию и находится в вегетативном состоянии, не думайте, что этот человек умер, и потом его вернули к жизни. Это не так. Просто так могло произойти, что жизненная сила была потрясена настолько, что стала больше спроецирована наружу, чем вовнутрь. Она принимала решение, быть или не быть. Это не философский вопрос. Это практический вопрос, способно ли тело продолжать существование или уже не способно. Так что если тело выбрало быть, это не из-за работы медиков. Медики могут только помочь. Они могут помочь. Но решение остаться принимает именно жизнь, потому что тело все еще способно ее содержать. Может быть, медики делали тело немного более способным, чем оно было бы без их помощи. Это очень даже возможно. Так что такой человек не умер, он был в состоянии быть или не быть, он был более спроецирован наружу, чем вовнутрь. Даже сейчас вы частично спроецированы наружу, хотя в основном спроецированы внутрь. А в тот момент могло быть так, что вы были по большей части спроецированы наружу и лишь частично внутрь. Даже после смерти выходит не все. Но если вы не знаете, мы многократно это наблюдали. «На протяжении 11-14 дней на мертвом теле растут ногти, волосы и прочее». Потому что жизнь выходит медленно, а не просто выпрыгивает наружу. Поэтому с духовной точки зрения нельзя утверждать, что кто-то умер, пока не пройдет время. Иногда вплоть до 14 дней после его медицинской смерти. Допустим, вы какое-то время качались на качелях «быть или не быть». И вы сказали «быть». Но тело способно лишь на то, чтобы лежать в постели. Оно недостаточно способно, чтобы вы встали или ходили, или делали что-то, что ожидается от мужчины или женщины. Я не говорю это пренебрежительно, но я хочу, чтобы вы рассматривали это как предмет без эмоций, потому что иначе вы не будете видеть это правильно. Итак, если вы называете это вегетативным состоянием, существует два вида такого состояния. В одном из них тело не работает, но ум еще активен. Это может принести много страданий, потому что такие люди могут видеть, слышать, обонять, понимать, но не имеют возможности сделать что-то. Разговоры — это последнее, о чем они думают. Они хотят встать и пойти, они не могут отвечать. Тело стало инертным, но ум все еще активен. Есть и другие состояния, когда тело функционирует достаточно хорошо, но ум стал инертным, и поэтому тело не может действовать. Тело в хорошем состоянии. Если бы ум был активен, оно могло бы действовать, но ума больше нет. Физическая структура, необходимая для размещения ума, перестала существовать. Что-то было сломано, поэтому ум не находит пристанище, так что он не может действовать. Но более тонкие аспекты ума все еще активны. Перестал работать только тот ум, которым вы расшифровываете, ум, которым вы судите, ум, с которым у вас есть способность различать. Его больше нет. Но другой ум, который просто вращается с бессознательной памятью, он все еще там. Если бы его не было, то тело не могло бы оставаться живым. Если человек очень долгое время лежит без различающего ума, он может постепенно осознать это бессознательное вращение памяти, происходящее внутри него, которое держит все в движении. Это очень даже возможно. Я не так уж много времени провел с такими людьми, но раз или два, когда я их видел, я чувствовал, что что-то происходит. У них нет ума, но происходит много активности. Так что бессознательная природа ума могла прийти в некое подобие осознанности, потому что пропал сознательный ум, 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 умеющий различать. Поэтому может проявиться другая часть, которая обычно не осознается большинством людей. Так что активного страдания может и не быть, но может быть какое-то полубессознательное состояние, которое очень нравится многим людям. Почему люди хотят выпивать, принимать наркотики? Почему они хотят оставаться в постели после восхода солнца? Им это нравится? И вот почему они хотят медитировать. Им нравится перемещаться между сознательным и бессознательным, быть на границе, им нравится немного танцевать на ней. Так что алкоголь, наркотики, сон, вялость, переедание, сексуальность — все это дает вам возможность немного побыть на грани. Ни то, ни это. Вообще-то, если различающий ум просто отключается, у него все может быть неплохо. Он просто существует. Никаких забот, никакой работы, ничего. Если вы будете поддерживать тело в комфорте, если вы позаботитесь, чтобы у него не образовались пролежни и все в этом роде, то вообще-то он может быть в очень комфортном положении. По-настоящему страдает только тот, чье тело стало овощем, а ум при этом полностью бдителен и активен. Такой человек будет страдать. Если только он не смирится и не станет медитативным внутри себя, если он достигнет этого состояния, то с духовной точки зрения это может быть замечательно. Потому что сейчас проблема всех этих людей в том, что они могут сидеть и медитировать часами, но их единственная проблема — это чертовы ноги и спина. Если бы не эта проблема, они могли бы сидеть и медитировать целыми днями. Не так ли? Для такого человека эти проблемы сняты. Ощущений нет ни в ногах, ни в спине. Если он придет к этому, а я верю, что так оно и будет, если я проведу с таким человеком немного времени и скажу вам, достиг он такого состояния или нет, если он придет к этому духовно, это может быть наиболее продуктивно. Нет тела, есть только бдительный ум. Это мечта медитирующего. Тело — это единственное, что вас беспокоит, не так ли? На начальных этапах ум — это пытка, но как только вы с ним справитесь, единственная проблема заключается в этом. У вас нет тела, но есть бдительный ум. Это очень хорошо. Но многие люди могут ужасно из-за этого страдать, потому что вся их жизнь всегда была в сравнении себя с кем-то другим. Кто-то ходит, значит, они страдают. Кто-то говорит, и они страдают. Они не могут ходить, не могут говорить, они не могут делать то, что делает кто-то другой. Так что они будут страдать. Даже сейчас, когда все хорошо, люди тоже страдают, потому что у кого-то есть миллион, которого у них нет. У кого-то есть что-то, а у них этого нет. Вот они и страдают, не так ли? Так что та же самая тенденция может продолжаться. Если они выйдут за пределы этого шаблона, это может стать по-настоящему фантастическим состоянием. Нет проблем с телом, и ум полностью бдителен. Мы могли бы инициировать их. Я не говорю это с пренебрежением к их состоянию. Вообще-то, это может очень хорошо сработать для такого человека. Если профессиональные медики не могут ничего сделать, это может сработать для них феноменально хорошо. Если они просто лежат, а ум при этом бдителен. Так можно сотворить чудеса. Я говорю об этом таким образом, потому что... Я смотрю на это так. Не важно, что, черт возьми, происходит с вашей жизнью, вы должны знать, как превратить это в пользу, а не во вред. Потому что вы не на сто процентов контролируете то, что с вами может случиться, но то, что вы с этим сделаете, на сто процентов ваш выбор. Не так ли? Так что, если такое случилось, давайте извлечем пользу и из этого тоже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...